Здравствуйте, мои дорогие юные биологи! Да, как видите, и наш кабинет биологии преобразился в связи с зимними праздниками. Замечательное время, скажу я вам. Ну что ж, я сейчас предлагаю объявить заседание нашего биологического общества Академии занимательных наук открытым. Давайте-ка посмотрим, есть ли у нас с вами новые письма. Ну, наверняка есть, потому что я уже убедилась, вашему любопытству нет предела. И это меня всегда очень-очень радует. Итак, первое письмо у нас от Ксюши Куликовой из Рыбинска. Ксюша пишет. Здравствуйте, Анна Семеновна. Вот сейчас зима, значит, некоторые звери спят. Расскажите, пожалуйста, какие и вообще зачем они впадают в спячку? Очень интересный вопрос, Ксюша. На самом деле, многие представители животного мира зимой засыпают. И на то есть ряд своих причин. Давайте-ка изучим этот вопрос. Что такое спячка? Это такой период, во время которого у животных замедляются жизненные процессы. Сердцебиение уменьшается в десятки раз, а обмен веществ иногда и в сто. А температура тела становится ненамного выше температуры окружающей среды. Основной смысл спячки – сохранение энергии в период неблагоприятных условий, таких как бескормиться, когда животным нечем питаться. Самое известное животное, впадающее в спячку, это, ну, конечно, медведь. Перед спячкой эти животные обустраивают свою берлогу ветвями, мхом, бурьяном и шишками. Осторожный медведь перед тем, как залечь подготовленную берлогу, обследует территорию вокруг, а затем пятится к убежищу, чтобы замести следы. За несколько недель до наступления холодов медведь пытается набрать как можно больше жира. Поэтому поедает почти всё съестное. Но преимущество отдаёт калорийному корму орехам и рыбе. Перед самой спячкой медведь становится вегетарианцем, ест только корни и волокнистые стебли. В результате желудок опустошается и герметизируется. После этого медведь ложится спать, но не в глубокий сон, как принято считать, а в настороженную дремоту, чтобы враг не застал его врасплох. У бурого медведя при спячке температура тела снижается не очень сильно. С 37 приблизительно до 31 градуса по Цельсию. И легко повышается при пробуждении. А вот впавший в настоящую спячку суслик может снижать температуру тела до 2 градусов. Но суслики это не самое удивительное. Американская лесная лягушка, например, замерзает до состояния ледышки. Когда при охлаждении лёд образуется в пальцах её лап и в коже, она наполняет свои ткани глюкозой. Это предохраняет их от повреждения. Обмен веществ в клетках почти останавливается. Но это нисколько не вредит. Весной лягушки оттаивают и при движении сжигают глюкозу, как горючее. Хомяки зимуют в одиночку, закрывая все входы и выходы землёй. В норе эти зверьки устраивают кладовые. За зиму они только несколько раз просыпаются, чтобы подкрепиться и удостовериться, не забрал ли кто их припасы. А вот сурки зимуют всей семьёй. В норе их собирается более десятка. Они утепляют помещение сеном и спят беспробудным сном вплоть до весеннего потепления. Поэтому едой они совсем не запасаются. Ужеобразная подвязочная змея, последняя из змей, уходит в спячку. И первая при потеплении из неё выходит. Биение её сердца при спячке замедляется до шести ударов в минуту. Это в десять раз реже, чем обычно. Бурундуки перед зимним сном запасают до пяти килограммов отборных семян. Едят они только когда уже полностью изнывают от голода и холода. Но зато весной ни один зверь не может похвастаться такими запасами, как бурундук. Вот так животные коротают зимние месяцы. Как же в природе всё продумано. Ну просто до мелочей. Удивительно, правда? Ксюша, я надеюсь, что ответила на твой вопрос. И другим ребятам было это интересно узнать. Так, посмотрим, что у нас в следующем письме. Пишет нам Оля Хмельевская из Екатеринбурга. Здравствуйте, Анна Семёновна. Мы с сестрой любим заниматься цветоводством. И недавно узнали про какое-то растение, которое называют вифлеемской звездой. Скажите, пожалуйста, что это за растение и почему оно так называется? Как интересно. Вот так вот навскидку я даже не могу вспомнить, что это может быть за растение, похожее на звезду, которая загорелась при рождении Христа. Ну что ж, давайте-ка откроем новое дело и назовём его «Дело о рождественской звезде». Так что же это за растение такое? Ну, судя по тому, что девочки занимаются цветоводством, растение комнатное. Называется оно так наверняка в связи со своим внешним видом. Включу-ка я программу идентификации. Смотрим. Звёзды. Ну нет, не морские звёзды, это же комнатное растение. Звёзды, звёзды. Нет, спасибо, ёлочные игрушки в форме звёзд нам тоже не нужны, хотя не и в комнате. Ага. Ну надо же. Оказывается, Оля спрашивает про пуансеттию. А я как раз к зимним праздникам недавно её приобрела. Другое название этого цветка – «Молочай красивейший». Вифлеемской или рождественской звездой этот цветок называют за время цветения и за то, что прицветные листья, верхушечные листья, окружающие цветок, образуют форму звезды. Посмотрим-ка личное дело нашей звезды. Красочные листья держатся на растениях от двух месяцев до полугода. Затем опадают. Кстати, они бывают не только красными. Есть сорта с другими оттенками прицветников – жёлтыми, розовыми и двуцветными. Пуансеттия имеет длинную историю. Первые её ценители – это аборигены Центральной Америки. Из её красных прицветников они получали краситель для косметики и тканей. Но мир узнал об этом цветке благодаря стараниям врача и ботаника Джоэла Робертса Пойнсета. Впервые увидев пуансеттию в Мексике в 1828 году, Пойнсетт тут же послал несколько образцов в свои оранжереи. Вскоре растение попало в продажу и получило своё название пуансеттия в честь того, кто её обнаружил. В Европе и Америке пуансеттию принято покупать к зимним праздникам, как у нас ёлку. Также этот красивый цветок дарят, когда идут кому-то в гости отмечать зимний праздник. К сожалению, пуансеттия быстро отцветает и теряет свой красочный вид. Большинство месяцев в году она стоит с голыми ветвями. Если вы хотите сохранить её до следующей зимы и дождаться повторного цветения, вот вам несколько советов. Весной нужно обрезать ветви до 15 сантиметров, оставив 3 или 5 сильных почек, пересадить в питательную рыхлую почву и поставить туда, где мало света. Летом можно на балкон, но не под прямые солнечные лучи. А начиная с сентября, в течение 10 недель, необходимо помещать пуансеттию на 14 часов в полную темноту. Дело в том, что это растение короткого дня, то есть оно зацветает только при 10-часовом световом дне. В начале декабря, если вы всё делали правильно, на пуансеттии должны появиться бутоны. Ну что ж, на этом наше дело о рождественской звезде я объявляю закрытым. Друзья мои, а у нас тем временем новое письмо. Я уже прочитала его и глубоко задумалась. Послушайте, это пишет Гена Ефимцев из Томска. Здравствуйте, Анна Семёновна. Сестра загадала мне загадку. Серый, но не волк, ушастый, но не заяц, с кисточкой, но не лев. Может быть, вы знаете отгадку? Ну, у меня, конечно, есть предположение, но лучше-ка открыть новое дело и разобраться в этом как следует. Согласен, Гена? Назовём его «Дело о животном из загадки». Так, значит, серое животное с зайчьими ушами и кисточкой на хвосте. Включим-ка лучше программу идентификации, чтобы не ошибиться в наших предположениях. Итак, смотрим. Серое-серое. Нет, это точно не слон, хотя он тоже серый и с кисточкой. Ну уж, тем более не мышь. Так, с зайчьими ушами. Какой-то конёк-грабунок получается. Ну, похоже, конечно, но это всё-таки сказочный герой. Так, так, так. Серое. Ага, вот это уже больше похоже на правду. Вот оно. Я так и думала. Это осёл. Кстати, окраска шерсти у ослов бывает не только серое, но и коричневое, и чёрное. А иногда даже встречаются белые породы. Грива жёсткая, а на хвосте действительно есть кисточка. Домашний осёл или ишак – это одомашненный подвид африканского осла. Ослы сыграли важную роль в развитии хозяйства и культуры человека. Их приручили даже раньше, чем лошадей. Давайте-ка, друзья, заглянем в личное дело. Вы знаете, ослы так резво скачут галопом, что догнать их часто не могут даже лошади. Они могут развивать скорость до 70 км в час. Это средняя скорость автомобиля. Копыта ослов приспособлены к каменистой и неровной поверхности, поэтому передвигаться на ослах даже безопаснее, чем на лошадях. Изначально ослов использовали для верховой езды и тяги повозок, но их со временем заменили лошади. Но вот в деле перевозки грузов ослы имеют преимущество над лошадьми, так как очень выносливы и могут намного дольше обходиться без воды и пищи. Ослиное молоко очень полезное. На основании этого молока даже делаются косметические средства. Но ослица дает всего около двух литров молока в день, в то время как корова, например, до сорока. Поэтому ослиное молоко довольно редкое. Осел, стоит заметить, является рождественским животным. Если мы обратим внимание на иконы, посвященные рождению Христа, мы увидим там изображение вала и осла. Они упоминаются в пророчестве Исаии. Вол знает владетеля своего, а осел – ясли господина своего. Эти животные олицетворяют то, что младенцу Христу поклоняются не только люди, но и звери. Иногда вместо вала и осла изображаются корова и лошадь. А лошадь и осел, как мы выяснили, ближайшие родственники. А вол – это, как известно, бык. На этом, думаю, можно и закрыть наше дело о животном из загадки. Ну вот так и подошло к концу наше рождественское заседание Академии занимательных наук. Думаю, мы провели его с пользой. Мы узнали, для чего животные впадают в спячку, что за загадочное растение пуансетте, и что представляет собой обыкновенный осел. А теперь мне остается напомнить вам наш адрес. 109-147, Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя», Анне Семеновне Бабочкиной. Также можете оставлять вопросы на сайте www.radostemoya.ru. Напоследок желаю вам хорошо провести эти зимние дни. Всего вам доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова